В этом видео я хочу разобраться, а как у нас вообще появляются долги. Например, у нас есть мужчина, у которого есть сперматозоиды. Эти сперматозоиды вроде бы принадлежат ему, потому что их производит его организм. У нас есть женщина, у которой есть яйцеклетки. И эти яйцеклетки вроде бы как бы тоже принадлежат женщине, потому что они являются частью ее организма. Мужчина и женщина решают завести ребенка и объединяют в свои яйцеклетку и сперматозоид. Дальше женщина на 9 месяцев предоставляет свое тело в качестве инкубатора для роста и развития ребенка, а мужчина все это время ее содержит и защищает. Когда приходит время, они находят и оплачивают роддом, в большинстве случаев люди сейчас рожают плавно, и тут следите за руками. Как только ребенок, которого они сделали из своих материалов и за свои деньги рождается, то он сразу же перестает быть их собственностью и становится собственностью государства. Дальше государство имеет право послать его на войну, забрать в армию, посадить в тюрьму, брать с него налоги. А родители имеют право только содержать и обеспечивать ребенка. И в том случае, если представители государства решат, что родители не обеспечивают надлежащий уход, они могут этого ребеночка у них забрать. И тут нам открывается очень интересная картина. Получается, что ни мы сами, ни наши дети сами себе не принадлежим. Мы все являемся собственностью государства. Вот откуда у нас и возникает тот самый долг перед Родиной, про который нам постоянно рассказывают. Продолжение следует...